Благодарна, что вы спросили меня, если честно, я думаю, что вы не спросите. Я принесла вопрос касаемо одного человека. Я постоянно вижу его машину. Она проезжает где-то рядом, не его, а похожая. И в последнее время я начала видеть его имя, где-то компьютерная распродажа, там имя. Я не знаю, что мне делать. Мне молиться об этом счастье. Человек здесь ни при чём. Понимаете, у человека часто начинает владеть страх в жизни. Страх, он всегда имеет контакт с памятью. Понимаете, у человека всегда может быть такое в жизни случиться, что какое-то событие очень сильно нас пугает. И потом это событие может пройти, но память о нём остаётся глубоко в сердце. И человек, когда ему трудно в жизни, эта память начинает связывать его с каким-то объектом. Иногда это бывает во снах, во сне. Допустим, у меня был тяжёлый период в армии. Когда я служил в армии, был тяжёлый период в жизни. И часто бывает, я сплю, и у меня такой сон, что меня уже второй раз вызывают в армию. И третий раз уже возраст, я говорю, ну мне уже 50 лет, мне не положено. Поменяли постановление, закон поменяли. Опять в армию во сне. Я говорю, ну это же сон. Не-не-не, ты по-настоящему в армии. Ну то есть страх, он генерализует тему. Он как бы, тема, она становится постоянной, и она постоянно живёт в сознании. Ну а страх найдёт через память, он находит объект, которому это всё принадлежит. Ну то есть в данном случае у меня армия, а у вас человек. Страха вы потерять, получается? Кого? Этого человека. Ну то есть есть близкий человек какой-то, которого вы боитесь потерять, да? И он видится вам везде, да? Нет, не он, его машина похожая. А, ну это же любовь. Не успеешь уйти, я бегу за тобой, чтобы во сне не растаял твой след головой. Такая любовь, вот такая беда. Когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Я поняла вас, большое вам спасибо. Дальше вот мужчина там, или кто? Вот вы, да. Олег Геннадьевич Загубич, как оставался ответственным, Как оставаться сильным, когда ты проигрываешь? Вряд ли я могу ответить на этот вопрос очень основательно, сильно и смело. Потому что я не всегда становлюсь сильным, когда я проигрываю. Это особое, как бы, испытание для человека, оставаться всегда сильным. Не каждый человек способен его выдержать. Но я могу сказать точно, что если я молюсь, то в это время у меня всё восстанавливается. Бывает так, что ломается всё в деятельности, в жизни. Но когда ты наедине с Богом остаёшься, всё восстанавливается. Это признак победы. У вас есть такое времяпровождение, как молитва в жизни? Да. Мешает. Это значит, она с вызовом идёт ваша молитва. Вы, как бы, показываете, как надо правильно, да, всем? Или как? Говорят, ловида. А в семье никто никого не учит с помощью назидания. Кстати, возвращаемся к преподавателю университета. В семье никто не учит никого с помощью назидания. В семье можно учить только своим примером и терпением. Но если говорить о духовной жизни, она должна всегда быть очень скромной у человека. Никогда её не нужно навязывать никому, особенно близким. И надо её совершать до тех пор, пока не появится в сердце устойчивость и способность побеждать ситуацию с помощью своей внутренней силы. Любая ситуация побеждается с помощью внутренней силы, даже осознание, что тебе придётся оставить этот мир. Ты оставляешь его в спокойном сознании в этом случае. Видите, нет поражений в этом мире для человека, если он связан с Богом, соединён. Но если вы чувствуете неустойчивость, это значит, что связь с ним не хватает. Человек же ограничен в своих силах. Вам надо в вашей вере углубляться, изучать, как соединять себя в молитве с Богом, углублять эту тему. Спасибо. Спасибо. Я, к сожалению, должен начать лекцию. Или, к счастью. Прежде всего, хочу сказать, что подобные темы являются в некоторой степени вызовом по отношению к себе самому, прежде всего, и по отношению к самому лекционному формату, потому что формат чтения беседы, вот этой беседы, очень сложный. Я уверен, что сюда пришли люди, которые сейчас хотят услышать от меня рецепт какой-то. И я очень благодарен за то, что это так. Хочу также сказать, что этот формат требует определенных корректив, беседы. Это не совсем лекционный формат будет. И у меня есть просьба. Пожалуйста, сегодня не нужно со мной спорить. Если вы не согласны, вы можете возразить аккуратно, спокойно. Сегодня у нас очень чувствительная ситуация. И сто процентов, когда человек остается один, он со многим не согласен. И это несогласие, внутренний бунт, он может перенестись также на сегодняшнюю лекцию, но тогда никакой лекции не будет, будет просто спор. И в этом споре никто не побеждает, потому что только с помощью атмосферы любви можно решать вопросы. Если вы чувствуете, что я совсем неправильно говорю, вы можете сказать об этом по-доброму. Я приму ваши слова. Хорошо? Договорились? Потому что я предупреждаю вас сейчас, что у нас очень острый формат будет. Некоторым будет больно что-то слышать или просто тяжело на этой лекции находиться. Но как бы вы сами выбрали, я выбрал этот формат. Это то, что надо. Я боялся, долгое время не хотел подобные темы поднимать, потому что они болезненные. Но поднимать же все равно придется, правда? Это наша жизнь. Поэтому давайте будем вот так настраиваться на доброжелательный лад, все прояснять аккуратно. Я буду стараться аккуратнее, вы тоже старайтесь, чтобы у нас не было взрывов никаких эмоций здесь во время лекции. Лекция, формат беседы построится следующим образом. Я буду освещать какую-то тему. И именно те люди, которые почувствовали, что это их тема, поднимают руки. Вот надо, чтобы вы честно так себя вели, не уводили тему в сторону. Не то, что вам сильно нужно получить ответ от меня, и вы поэтому сейчас поднимаете. А именно, если так связана с вами вот эта тема. То есть я сначала вводную делаю, потом кто-то поднимает руку, мы с ним беседуем на эту тему, углубляем понимание через личную жизнь, потом движемся дальше. Нормально? Это называется углубленный анализ. Углубиться без жизни невозможно. Просто теория, она не углубляет ничего. Это больше образование, чем какое-то углубление. Углубление означает жизнь. Итак, первое, что нужно понять, это то, что самая главная причина одиночества всегда только одна — это снижение духовности. потому что духовно сильные люди никогда не остаются одинокими по двум причинам. Первая причина — их формат жизни совсем другой. Они живут в большой семье. Понимаете, духовно развитые люди не остаются в одиночку никогда. Они находятся в очень глубоких и тесных отношениях. Потому что есть три типа дружбы. Вернее, четыре. Но я сейчас буду говорить о трёх. Первый тип дружбы — это дружба, в которой люди просто встречаются на отдых. Они вместе отдыхают. На праздники, на отдых. Это самая поверхностная дружба. Она не даёт никаких глубоких отношений. Эта дружба быстро заканчивается, когда человеку становится трудно, от него такие друзья уходят, с ним уже не отдохнёшь. Второй тип дружбы — это дружба более серьёзная, потому что она касается более серьёзных вещей. Это деловая дружба. Она очень распространена в нашем обществе. Люди дружат с друг другом, потому что у них есть общие дела. Или родственная дружба. Это примерно равные. Деловая дружба чуть поповерхностнее, родственная дружба чуть поглубже. Но в целом эта дружба основана на каких-то обязанностях. То есть эта дружба не имеет сильно большой глубины. Обычно люди встречаются, чтобы что-то обсудить. У них есть общий интерес. Следующий тип дружбы, более глубокий тип дружбы — это дружба людей, которые занимаются самосовершенствованием. Они дружат с целью куда-то идти. И именно такая дружба является самым крепким союзом также в семье. Потому что в семье люди могут общаться просто по праздникам друг с другом, потому что у нас есть... А так мы вместе работаем просто и лежим в постели. Мы общаемся, когда у нас есть какое-то событие, что-то есть обсудить. Второй тип дружбы в семье — это деловая. Мы вместе воспитываем детей, мы вместе копим на квартиру, работаем. У нас есть обязанности какие-то, мы их обсуждаем — это деловые отношения в семье. И третий тип дружбы — это дружба, когда люди идут вместе к Богу, и они обсуждают вот это вот само что-то чистое, светлое, чистое, светлое отношения с Богом, свои друг с другом, пытаются глубже понять этот мир, глубже понять людей, обсуждают всё это вместе. Есть ещё четвёртый тип дружбы, который труднодостижим, для нас с вами. Это дружба возвышенных людей. Эта дружба основывается на глубоком понимании чистоты другого человека, его святости, его чистоты. И эта дружба бывает трёх видов. Первый вид такой дружбы — это равные отношения. Второй вид такой дружбы — это когда есть учитель и ученик. И третий вид дружбы — когда наоборот, есть ученик и есть учитель. Понимаете? Это дружба тоже дружба, но она основывается на видении чистоты человека. Это самый сильный, возвышенный вид дружбы, меняющий жизнь человека. Труднодостижим в наше время. Итак, когда человек духовно развит, то он находится в большой семье. Два последних, самых лучших вида дружбы, когда мы вместе идём куда-то и когда мы видим чистоту друг друга и поэтому вместе. Этот вид дружбы всегда есть у тех, кто занимает серьёзно самосовершенствованием. Те же, кто не занимаются самосовершенствованием, для них доступны только два первых вида дружбы и влюблённость ещё плюс, которая даёт самые сильные чувства. У людей, которые не занимаются самосознанием, самое сильное чувство приходит из-за привязанности, характеров. Влюблённость может быть половая, то есть можно влюбить друг друга половым способом. Влюблённость может быть основана на единстве характера двух мужчин, допустим, или двух женщин. Это называется дружба. Это тоже влюблённость. Но эти отношения, в данном случае влюблённости, не являются стойкими также, потому что в них очень сильно входит эгоизм. Когда люди влюблены друг в друга, это означает, что они ждут друг от друга очень сильно счастья. Это ожидание счастья от другого человека называется эгоизм. Видите, первая больная фраза. Это и есть эгоизм. Женщина по-женски хочет счастья от мужчины, требует у него. Мужчина по-мужски. Но это и есть самый главный враг человеческой жизни. Эгоизм. Желать счастья, ждать счастья от близкого человека. Потому что любовь означает заставлять себя служить близкому человеку, несмотря на то, что счастья от него не хватает. Это уже называется любовь. Это труднодостижимая вещь. Всегда. И в наше время, и в былые времена. Итак, вторая причина, почему человек, который занимает самосовершенство, не бывает одиноким, потому что с помощью духовной жизни он разрушает свое одиночество. Он создает семью. То есть, он преодолевает гору препятствия, которые стоят перед ним. То есть, он может изжить проблему в своем сердце с помощью работы над собой, контакта со светом. Тьма, сердце разрушается. Означает, что человек входит в естественный ход событий жизни. Есть четыре естественных хода жизни событий. Четыре. Естественные. Послушайте меня внимательно. Когда человек учится просто, ему не нужна семья. Обычно это юноши и девушки. Они учатся жизни, им рано еще жениться. Этот уклад жизни называется ученичество. В это время человек не думает о семье, ему не нужна семья. Но в это время он также не должен заниматься сексом. чтобы не разрушать свою чистоту. Второй уклад жизни, это же украд жизни семейной, когда человек должен жениться или выйти замуж. Вот теперь смотрите, человек хочет выйти замуж или жениться, но не может. Видите, это уже неестественное состояние. Правда ведь? Неестественное состояние, он хочет сменить уклад, но не может. вот в это время человек не должен хотеть и ждать, он должен возвращаться в ученичество, должен совершать аскезы с целью очиститься для того, чтобы сменить уклад жизни. Третий уклад жизни естественный, это отречение. человек естественным образом уходит в монастырь, если он духовно развивается очень сильно. В наше время даже не стоит это обсуждать, потому что это всегда вызывает очень неприятные чувства. Это означает, что два человека у меня есть знакомые, муж и жена, развились духовно, он отрекся от мира и она отреклась от мира, и они стали наставниками для всех, и они счастливы, у них хорошие отношения друг с другом остались, но на духовной платформе уже. Бывает, что люди даже не расходятся, они вместе становятся наставниками и живут вместе, но их стандарты жизни выше, у них очень высокий уровень отношений, духовные отношения, нематериальные. Такое тоже бывает. Это называется следующий уклад жизни, третий, отречение. Есть еще четвертый уклад, это монашеская жизнь, то есть когда человек не просто отрекается, от личного счастья какого-то, живет для других людей, а он ограничивает свою свободу в жизни, то есть он уходит от мира, отрекается от мира уже, понимаете, мирской жизни не живет. если человек неестественно входит в эти форматы, допустим, человек не хочет учиться, но учится, он страдает. Если человек хочет жениться, но не может жениться, он страдает. Если человек не хочет жить семейной жизнью, но живет семейной жизнью, он страдает. Если человек должен отречься уже от мира, но он не может отречься, он страдает. Если человек отрекается искусственно ему не надо отрекаться но ему просто его бросили стал отреченным потому что его бросили он страдает и так далее ведь и страдание означает неестественная форма существования человек потому что естественно человек может быть отреченным естественно человек может быть женатым естественно может еще не дойти до того чтобы жениться и это все приносит части но вот когда человек просто хочет вот так вот как-то жить но не может это приносит страданий причина того что он не может так жить только одна это тяжелый груз судьбы означает что я не сдал или не сдала свои экзамены в жизни что получить семью нет других причин даже девушки на колясках выходят замуж а девушки красивые и симпатичные могут не выйти замуж то есть здесь нет прямой логики конечно девушка симпатичная вроде бы должна быстрее выйти замуж чем девушка на коляске потому что у ней больше возможности но эти возможности в наше время не срабатывают по какой причине как вы думаете по двум причинам первая причина люди живут в основном безнравственной жизнью и от этого готовых мужчин для семейной жизни и готовых женщин для семейной жизни не хватает это еще хороший вариант понимаете в нашем обществе потому что в другом обществе более безнравственным появляется еще один пласт проблемы этот пласт означает что хватает уже людей для того чтобы создавать безнравственную семью не то что не хватает силы создать нормальную семью а уже хватает глупости чтобы ее создать ненормально вы понимаете да чем я говорю мальчики с мальчиками девочки с девочкой или мужчина с ребенком и так далее или человек с животным такое тоже уже есть безумию нет предела но это уже следующий виток он еще пока в нашу страну не сильно захватил следующий виток деградации общества называется виток деградации общества когда люди не могут просто не могут жить с противоположным полом них нет возможности понимаете такое возможно представляете это страшно из две причины которые не дают возможность создать семью первая причина я могу встретиться с человеком но жить вместе не могу потому что не тех попадаются со мной вот что происходит ко мне старый друг не ходит ходит в праздной суете и постоянные нити но это значит девушка красивая да она привлекает человека внимание но в сердце у нее силы принять свою судьбу не хватает не нет возможности с кем-то жить внутренне потому что не хватает силы мне она верит что она встретит себе хорошего человека не понимая что с точки зрения личной жизни хороших людей нет ведь я сказал фразу на может шок сейчас привести кто-то может олег геннальевич я не согласен я согласен что такое мое высказание очень имеет такую серьезную форму я сейчас объясню почему потому что когда включаются отношения желания счастья от близкого человека в этом отношении включается сильные желания и эти сильные желания рождают очень сильная взрыв эгоизма в сердце человек древней культуре этот взрыв эгоизма контролировался старшими людям объяснялось что так себя вести с близким человеком нельзя понимаете то есть женский эгоизм контролировался как надо женщинам себя вести потому что женский эгоизм взрывается определенным образом как женский эгоизм взрывается в виде обидчивости и претензий к мужчине и поэтому женщинам говорили старшие ты не имеешь права на него обижаться и говорит с ним грубо и претензионно то должна его очень уважать и терпеть все что с ним он тебе дает жизнь и она так себя вела и ей было легче с ним жить как ни странно хотя с первого взгляда кажется что будет еще хуже но если сейчас кто-то скажет современной женщине не возражай и совсем соглашайся как бы не проявляя эмоции чрезмерных то это все равно что как бы заставить ребенка поднимать штангу у нас нет такой возможности у женщин современных нет такой возможности не возражать мужчинам и не проявлять чрезмерные эмоции и возможно у них не хватает возможности внутри нет нечего давать такие советы это не работают не помогает или мужчин были советы мужчинам старшие мужчине говорили говорили всегда оставайся спокоен рядом женщины и невозмутим чтобы она не делала и не вытворяла как будто все происходит нормально больших проблем нет как бы она себе не вела эмоционально не реагирую это истерично на это относись к этому спокойно не обращай внимание совет не востребован современной культуре что он невозможно мужчине не обращать внимание современными не хватает сил самая главная и первая ошибка тех кто хочет создать семью самая главная первая ошибка это недооценка строительного материала то есть мы хотим строить дом и как бы уверенно что его можно делать 9 этажей все как бы он не развалится на кирпичи плохого качества понимаете и дом из за того что кирпичи плохого качества он почему-то начинает трескаться ломаться мы думаем наверно не повезло может строители плохие кирпичи такие что с ними много не построишь понимаете в современном обществе нравственному образованию уделяется очень мало времени и сил у нас даже опыта сейчас нет нравственно образовывать людей рассмотрите есть очень серьезное противоречие нравственное образование в основном дается внутри религиозной формации а внутри религиозной формации серьезно находится небольшая горстка людей в обществе внутри религиозных формации находится мало людей но именно там им дают нравственное воспитание но понимаете нравственное воспитание это воспитание которое ниже религиозного и ему его надо давать всем людям независимо от веры и именно так должны делать религиозные люди религиозно настроены они должны вовлекать свой формат религиозных людей а просто давать всем вокруг нравственно воспитание потому что именно верующие люди обладают этим знанием но сейчас такого воспитания нет межрелигиозного рабство воспитания не существует потому что если она есть то она всегда внутри какой-то одной веры происходит это тоже хорошо это даже лучше но общество в целом не охватывается таким образованием поэтому люди нравственно не воспитаны в основном они не знают как себя вести друг с другом психология в этом плане не поможет знаете почему потому что психологии нравственное развитие человека это противоположные вещи психология учит приспосабливаться друг другу а нравственность учит терпеть а терпеть можно только с молитвой невозможно просто терпеть даже если психологи говорит терпи и прощай это не работает потому что вы терпите простить без бога невозможно человек невозможно поэтому даже на уровне нравственного воспитания люди должны знать что есть бог что нужно как-то учиться молиться даже если ты не имеешь какой-то веры конкретно она пришла тоже на лекции нормально не обращать внимание когда атмосфера хорошая животные приходят обычно у нас на фестивале благость тоже и собачка заводится или кошка там между ногами бегает постоянно и его оттуда выносят она опять лезть тему знакомы и так первая причина заключается в том что бог нам дает людей мы не можем вытерпеть ситуацию мы не можем жить с тем кто кого нам бог дал и есть здесь два варианта первый вариант чуть-чуть дистанцироваться и в молитве в работе над собой принять человека постепенно с годами и второй вариант посчитать что я ошиблась что мне не повезло мне подходит лучший человек другой и искать другого этот вариант безнадежный все люди которые выбирают вот этот путь искать другого все они обременно обречены на одиночество причем у бога нет много вариантов понимаете может только несколько раз нам кого-то давать он не может бесконечно давать новых как определить что бог дал человека вы встретились с человеком начали отношения разлучиться не можете вот трудно разорвать отношения значит бог дал этого человека все вот это и есть критерий а почему олег геннадь что такого ужасного потому что вот такая у нас судьба итак я сейчас поднял сложный вопрос кто-то тяжело дышит поднимайте руки именно по этой теме да пожалуйста я вас слушаю нет нельзя сейчас принесут микрофон в общем а поднимите руку женщину у которых не начинается раздражение мужчине когда они общаются с ним а у кого начинается вот если у вас раздражение не начинается будьте осторожны это значит что он начнет над вами издеваться или как бы будет если раздражение начинается вот смотрите если раздражение к мужчине начинается значит его эгоизм будет контролироваться если у вас мужчине раздражение не начинается, значит, его эгоизм будет расти. И он будет постепенно, как бы, становится все круче и круче рядом с вами. Ну так нужно терпеть, как просто как-то внутри. Или, может, это не мой человек. Я вот это как раз говорю, и я начинаю скачать в голову. Думаю, может, это не моя, а вы тоже начинаете. Спасибо вам. Вы подтвердили, да? Спасибо.